В 1 ноября в 9 утра уходил из дома, поджинали возле дома. Двое неизвестных напали, ни слова не говоря, избили. Это уже, по сути, четвертое на меня нападение из-за моей деятельности. Последняя деятельность, моей правоохранительной и правозащитной деятельности. Последнее, с чем я связываю, это с вредом нападении на Диму Болоха, на Лисичкина. Я думаю, что это связано с тем, что я очень сильно наехал на горсовет с возбуждением удовольного дела. Я был заявителем, передавал денежные суммы через адвокатов с помощью, как бы, под контролем из группы. Все это происходило по правилам под контролем с возбуждением уголовного дела. Вот, но потом, когда дело дошло до прокуратуры Харьковской области согласовать привлечение к мировой ответственности, прекратились. И мне просто позвонили, сказали, не лезь прекратить. Как бы, вот с этим связываю. Возможно, что-то другое. Вот это самое то, что я не знаю. Как их все избивали? Избивали руками. Руками избивали. Держал, один руки придерживал, второй тупо избивал. Вот, ну, именно, чтобы избить. Не уметь, а избить. Какие охраны вы говорили? Стосовы, правы вы говорили. На данный момент у меня перелом носа и ссадины с утрясением мозга. Говорят, средняя тяжесть. Лицо открыты были у них? Лицо одно, да, я увидел такое круглое лицо, сам увидел, да. Молодцы. Второго человека я не видел, вот и соседей, говорится, было двое. Один держал, другой двое или двое избивал. Вы вас слышал или вы сами вызвали позвонить? Что? Кто вас слышал, вы сами скоро вызвали? Нет, просто соседи выскочили и вызвали сразу скорую и полицию. А соседи несколько дней наблюдали, да, эти полиции? Соседи видели, что три дня человек стоял, курил, там, сдал меня, именно этот человек. Что полиция говорила? Полиция пока ничего не говорит. Полиция пока ничего не говорит. Ну, предварительно было следует какое-то? Ну, производство открыто, следовательно, есть. Следователь говорит, что приедьте, возьмите направление на экспертизу. Или пришлите, кого-нибудь. Ну, а дальше что вы будете делать? А что дальше планирую делать? А планирую лечиться. Лечиться и продолжать работу. Потому что по большому счету я даже не знаю, кто и что мне, за что меня бьет и за что предупреждает. Да, если бы люди сказали открыто, вот мы тебя побили за тут и за тут, а я бы понимал. А так пока что я вижу только одно, что мне кто-то вредит, а почему, как бы, я точно не знаю. Вот здесь не личные мотивы, не коммерческие? Тут абсолютно никаких же личных мотивов или терминцевских мотивов нет. Абсолютно. Я никому как бы не знаю. То есть это связано с общественно-политической деятельностью? Это связано исключительно с общественно-политической, с моей правозащитной деятельностью. То есть если бы не было правозащитной деятельностью, не было бы этого ничего. Вот скорее всего это связано с последними... Скорее всего я связываю с тем, что вот есть уголовное дело, которое еще... Взятка была зафиксирована перед дальше, да, задокументирована еще в марте месяца. То есть а уже ноябрь на дворе, если прокуратура дело в суд не направляет. То есть прокурор, зам прокурора области крышует этот вот, крышует горсовет и не пускает. Поэтому как бы мне правоохранители звонили, говорили, не пиши жалоб. Ну вот я думаю, что все с этим все. Хорошо. Спасибо. Слава Украине. Героям. Спасибо.